Всем привет дорогие друзья! Пришла очередь видео, снятого по вашим просьбам. Дмитрий Рузин предложил приготовить ирис Меллер, а ведь это ирис с шоколадом внутри. Задача непростая, но я попробую его сделать. Тем более, что за эту идею проголосовало более чем 3,5 тысячи участников моей группы ВКонтакте. Итак, нам понадобится банка сгущенки и плитка шоколада. Для начала нужно поломать плитку шоколада в глубокую миску. Ставим миску на водяную баню и плавим шоколад. Затем его нужно немного охладить, чтобы не обжечь руки. Делаем из шоколада небольшие шарики. Чтобы шоколад не лип к рукам, их можно смазать растительным маслом. Охлаждаем получившиеся шарики до комнатной температуры и убираем в морозилку на 30 минут, чтобы они застыли. Пока замораживается шоколад, сделаем ириски. Для этого ставим глубокую миску на медленный огонь и выливаем в нее банку сгущенки. Постоянно помешивая, доводим сгущенку до кипения. Варим постоянно помешивая, примерно 10-15 минут, чтобы получилась вот такая густая масса, светло-коричневого цвета. Этой массе нужно дать немного остыть, чтобы не обжечь руки. Берем небольшое количество этой массы, скатываем шарик и делаем из него небольшую шапочку. Теплый ирис, очень мягкий и эластичный. Из него можно сделать не только шапочку, но и любую другую фигурку. Внутрь этой шапочки нужно положить замороженный шоколадный шарик. Заделываем отверстие в шапочке и скатываем небольшой шарик. Получившийся шарик нужно немного приплюснуть. Подровнять неровности и мы получаем мейлер. Ирис с шоколадом внутри. Если взять побольше ириса, сделать из него шапочку и положить внутрь большой шоколадный шарик, затем аналогично проделать все остальные операции, то мы получим мега мейлер. Вот это уже на самом деле, ничего себе ириска! Мейлер получился очень вкусным. А в разрезе хорошо видна его структура. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Желаю вам приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok